Установка дефлектора капота на Mitsubishi Outlander 3. Вот дефлектор Рейновский, вот цена с доставкой в Московскую область. Извлекаем дефлектор из упаковки, продается он в таком вот сарафанчике. И еще внутри обернут стрейчер. Ну все, обернут аккуратненько, не сарафинок, не драных, зацепок не обернуть. Удаляем стрейч, хорошо закрутили. Удаляем стрейч. Ну чтобы было вам понятно, вот такого цвета. Вот на свет показываю такой бутылочный коричневый цвет. Значит на нем раз два три четыре пять шесть отверстий подкрепления. Так, пока отставляем в сторону и достаем пакетик с инструкцией. Значит на инструкцию у нас прописано следующее. Здесь не очень видно хорошо. Это не принципиально, потом сфотографирую. Значит бывают три способа установки. Первая это на такую гнутую скобочку. Вторая на пластиковые фиксаторы. Третья вообще на какие-то загибающие шерелески, но здесь картинка не показана. Так, достаем набор и посмотрим, что здесь нам привезли. Так, у нас второй способ. Вот у нас вот такая вот клипса. Сейчас покажу поближе. Вот такая вот клипса. Она надевается вот таким образом на капот, на капот. Сверху крепится дефлектор. А так как загибщик достаточно маленький, то впереди, вот представим, это край капота. Вот мы надели, ну соответственно скотч здесь нанеся. И вот так вот ставим вот такой вот уголок. Вот таким образом и закручиваем сюда имеющийся в комплекте шуруп. Вот такая конструкция получается. Ну и соответственно под дефлектор сам клеим вот такие вот на самоклеечке резиновые мягенькие упоры, чтобы он не долбился по капоту сверху. Так, ну и само собой гадать на капоте где клеить скотч вымерять смысла нет. Для начала зафиксируем в отверстиях дефлектора, зафиксируем наши вот эти вот пластиковые прокладочки или упоры, как их назвать не знаю. Вот так вот вставили. Так, одно упустило. Вынимаем. Так, сразу недостаток, но это ерунда всё. Видите, эта клипса, она будет сверху, самый вид. Видите, как выпрессована вся в каких-то приливах пластиковых. Их лучше взять вот так немножечко и срезать. Сейчас остальные посмотрю. Остальные пока ровненько. Ясно, в общем. В общем, берём и эти шесть штучек сразу крепим на дефлектор. То есть вот так вот. Сейчас я вам покажу. Вот это низ. Сейчас низ. Вот так вот кладём. Вот на отверстие. И, соответственно, сюда вот загоняем этот шпинек. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Слебуши. 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 Слебушка. Трудно. Там,otоп. Он. В側. так и еще одна особенность видите на этой подушечке отверстие овальное и соответствие соответственно профиль этого штриха овальный то есть надо совместить при вставлении отверстия в самом дефлекторе клуба чёрт последние тоже видите брак при отливке все немножечко подрезается все будет красиво отставляем штыр и накрываем вот так вот теперь идем поближе к автомобилю но сама машина ополоснул соответственно с моющим средством но все равно ведь вам показать все где ударились можете там остались следы берем наш любимый керосин галоши и вот эти следы от ударов мошек удаляем водой обычно не смываются можно конечно закрыть дефлектором да бог с ним но так для порядка зачем грязь дефлектор ставлю на долгие годы так что должно быть хоть иначе чисто может быть потом грязь набьется и не вымоешь но это уже другое дело все бежит еще открываем так как вот сюда нам все равно придется на кромочку клеить скотч заодно и капот обезжириваем краешек керосин галоши классная штука и краску не смоет и всю гадость уберет так теперь вот так наложив дефлектор и соответственно вымерив чтобы края стали ровно и примерно одинаково мы можем отметить места где будут наши пластиковые стоечки спросите для чего потому что производитель рекомендует на эти места наклеить вот такой кусочки скотча наклеить вот видите они прямоугольные я покажу их на большом пуске наклеить эти прямоугольнички вот так вот так чтобы часть заходила вниз частью вверх чтобы эти стоечки не коряпали у нас красочку вот в таком положении повесив дефлектор мы можем так прям и клеить эти скотчики отделив вот такой кусочек от общей ленточки клеим пример вот таким способом вниз немного потому что там загиб небольшой основной все пускаем вверх вот так вот наклеили и воздух выгнали ну и как говорится умная вещь мысль всегда приходит во время еды я придумал такой способ я же когда нацепил временно дефлектор зацепы надел на край капота и соответственно чтобы наклеить скотчик надо было их снимать и чтобы все не сдвинулось я придумал следующие вот таким образом вот таким образом наклеиваю вот таким образом туда к корпусу за эту пластмассовую стоечку и вот так вот все налепил теперь можно убрать дефлектор и спокойно прилепить вверх вот демонстрируем с убранным дефлектором потом уплотняем просто скотчики и все машину для установки готов теперь производитель инструкции рекомендует взять вот эти вот мягкие резиновые упоры снять с них защитную пленочку и приклеить примерно на половине ширины дефлектора от края капота так как одной рукой это делать неудобно я приклею потом покажу эти упоры в принципе можно приклеить на уровне наших стоечек где скотч единственное по опыту предыдущей машины я бы рекомендовал крайне приклеить поближе к краю то есть крайне сдвигаем краю примерно сантиметров на 3-4 остальные можно на уровне скотча примерно приклеить ну и замечание тоже из предыдущей установки дефлекторов чтобы вот этот зацеп все-таки металлом не касался потому что края хоть я напильником прошелся все равно не видите больше или меньше 90 градусов то есть будет прижиматься к железу чтобы прижимались не только через тончайший скотч который мы наклеили вот я купил такой вспененный толстый скотч так сказать особо не жалею его так уберем и наклеили ну может ножом можно вот так вот уже буквально миллиметр запаса ставили то есть получается вот чуть-чуть торчат краешки на каждый кусочек наклеили в принципе защитную пленку сверху можно и не снимать если вы хотите можно и снять если это не составит неудобства при установке а вот в принципе винтик до конца докрутить задвинуть то есть можно и снять вот так на каждый уголок их всего 6 штук таким образом лепим такой толстенький пушненький двухсторонний скотч это займет немного времени скотч не так дорого стоит я думаю в хозяйстве у каждого где-нибудь валяются заначки что-то подобное можете покупать не придется но машине поверьте будет приятнее а как а он и и и не поваляешь не поешь далее прям вне машины эти уголки наживляем на свои места с помощью входящих комплект шурупчиков сильно затягивать не надо достаточно просто нажимать чтобы они имели люфт так и так каждый далее набиваем дефлектор на место и отдельно снимаю вот так ножичком самоклеечку вторую сторону ставим на место и затягиваем крепление ну и в результате вот все получилось сожалению залапанное уже пока ставил лепочки потереть дождик пошел лето в этом году классно то есть вот так получилось так что теперь у меня и на окна и дефлекторы кстати тоже не родные а наши какие-то вид со стороны капота он и Продолжение следует...